Друзья, всем привет! Вы часто меня спрашиваете, как я провожу свое время между съемками роликов. И вы, наверное, заметили, что в последнее время роликов все больше и больше. А это означает, что времени отдохнуть у меня все меньше и меньше. И именно здесь меня спасает моя любимая игра Hustle Online. В данной игре вы можете стать кем угодно и делать практически все, что вы захотите. Возможно, вам нравится заниматься перепродажей машин. Пожалуйста. Или, может, вы хотите добиться успеха в криминальном мире. Это тоже возможно и лучше это сделать как раз таки в игре. А самое главное, что именно здесь я могу встретиться с каждым из вас. И поболтать во время какой-нибудь очередной миссии, которую мы вместе с вами продумаем. Я, например, любитель ночных гонок. Поэтому, если вы давно хотели бросить мне вызов, то я его принимаю. Или, может быть, вы хотели вступить в мою банду и вместе со мной грабить банки. Тут тоже можно это делать, только... Всем этим мы занимаемся вместе с моими подписчиками на 14 сервере. И мы классно проводим время. И, честно говоря, нам не хватает только тебя. Так что, если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылке в описании и регистрируйся. И вводи обязательно при регистрации мой ник Александр, нижнее подчеркивание, Герасев. И еще вводи промокод Герасев большими буквами. Он даст тебе классный бонус для легкого начала игры. В эту игру можно играть и на компьютере, и на телефоне. Все очень просто. Вбивай просто в Google Play или App Store название Hustle Online. Скачивай приложение и заходи к нам на 14 сервер. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Переходите и регистрируйтесь. Также у нас еще есть чат во Вконтакте, где мы договариваемся о рейдах. Тоже ссылочка будет в описании. Это реально кайфовая игра, где вы можете воплотить все свои желания. Так что переходите. Жду вас там. Шокирующие новости произошли в пригороде Санкт-Петербурга. Все люди в ужасе. За месяц ограбили десятки домов. Общий учерб оценивается в 40 миллионов рублей. И после этого вы уже бежите заказывать себе охранную систему в свой собственный дом. Но это и есть ваша главная ошибка. И да, вы на канале Герасев. Спасибо, что включили. Мы начинаем. Ну а начать я бы хотел с того, что сейчас началась холодная пара. И люди начинают массово покидать свои загородные дома и перебираться в город. И как оказалось, что это лучшее время для грабежей. Совсем недавно прогремели шокирующие новости, что настоящая банда воров-домушников ограбила несколько домов в пригороде Санкт-Петербурга. И это только за прошлый месяц. Но совсем недавно трагедия постучалась и ко мне в двери. Точнее говоря, в двери моих соседей. В общем, ребята, я позвал Никиту и Рому. И еще раз хочу рассказать историю. Я совсем недавно купил дом, который уже ребята знают. Вместе со своей девушкой мы купили дом. И в этом поселке за один месяц ограбили 9 домов. Подожди, там же есть какая-то охрана на везде, шлагбаум. Да, шлагбаум это можно его вот так вот открыть. А охранник тоже? Да. А теперь смотрите, очень интересная статья. По этому поводу, вот про последний случай. Это через 3 квартала возле моего дома. Ворвались 4 грабителя в масках из черного фургона. Открыли дверь. И за полчаса вынесли весь дом. Общий ущерб вынесенных вещей составляет около 7 миллионов рублей за прошлый выходной из двух домов. Ебать. Это полный фиг, ребят. Теперь я предлагаю сделать следующее. Так как у нас есть какой-то небольшой опыт в расследованиях, там с отелями, с гостиницами и так далее. Мы можем попробовать взяться за это дело. Попробовать раскрыть, потому что это все у меня в поселке. Это проще. Пойти познакомиться с соседями. Расспросить у них, что как-то случилось. Что ограбили, как ограбили. Может какие-то найти камеры видеонаблюдения. И попробуем что-то зацепиться, как-то ухватиться и попробовать раскрыть эту штуку. Потому что я не хочу жить. Дом стоит пи***цовых денег. Я не хочу жить в доме, зная, что мою хату могут, извините, сегодня или завтра ограбить. Поэтому, чуваки, мы прямо сейчас выезжаем. А далеко ехать? Пи***ц. Поэтому, чуваки, мы прямо сейчас выезжаем и попытаемся чем-то помочь. Именно в этот момент мы поняли, что мы можем чем-то помочь людям и обезопасить лично мой дом. Нашей первой задачей было собрать хоть какую-то информацию от моих новых соседей и собрать все факты в одно целое. Но множество домов уже были пустыми. А те люди, которые не успели покинуть свои владения, не очень-то и хотели идти с нами на контакт. Вы не пугайтесь, я снимаю это для себя. Мы с вами видеоблог на ютубе. Я не надо снимать. Мы на ютубе снимаем. Мы хотим помочь, расследовать, помогайте. Мы видеоблогеры. Мы комучили тут эти блогеры ходить, давайте отсюда, я сейчас мужа позову. Хорошо, не надо никого звать, хорошо, все. Но мы хотели помочь, спасибо. Очень расстроившись и понимая, что информации полный ноль, мы решили напоследок заглянуть к моей соседке. И эта встреча стала решающей для нас. Как зовут соседка? Ольга! Тем более, блядь, это... Ольга. А, она там? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы соседи, не пугайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Не пугайтесь камеры. Мы снимаем видеоблог для себя, развлекательный, небольшой. Смотрите, я ваш новый сосед, совсем недавно купил участок и дом здесь. А, это было. Да, смотрите, совсем недавно узнал о том, что в чате и везде случились очень нехорошие здесь вообще по поселку гуляют у нас кражи. Мы уже рассказали. Кражи, да. Мы вообще ходим сейчас по соседям, собираем какую-то информацию, что мы делаем свое мини-расследование, передаем это все огласки на ютуб, потому что я, насколько знаю, что никаких следов нигде нет. Денег у всех наворовали на большие суммы. У соседа вообще с другой улицы на 2 миллиона вынесли техники и всего остального. Большая просьба, нас уже послали два соседа подальше. Нам важно сейчас знать хоть что-то, хотя бы какую-то информацию, если можно, пройти к вам на участочек, не заходя в дом, ничего, просто чуть-чуть пообщаться. Если нас пустите на 5 минуточек, на 5 минуточек. А внутрь можно зайти? Нет, ну давайте, это будет 3D. Так, можете коротко рассказать? Это было неделю назад, насколько я уже прочитал, правильно? Насколько ущерб оценивается вообще? Ну, сейчас мы посчитали минимум техники на 800 тысяч. На 800? Да. Какая-то сигнализация, какую-то вы ставили охранную систему, что-то, ну почему во всех домах, ну какая-то дичь происходит? А управляющая компания. Да, что говорить, у нас там, я скидываюсь туда, и вы скидываете на охрану, на шлагбаум, на все остальное. Мы на все скидывались, они вообще не хотят никакого участия в этом принимать. У нас, что касается, вот первого вашего вопроса, стояла система антивзлом. Как еще раз, антивзлом? Антивзлом, да. Запиши, пожалуйста. Это что, система антивзлом? Не рекомендую, да, охранная. А как давно поставили? Пару недель назад. Угу, случился взлом, и вы звонили им или что? Да, мы, конечно, сразу же позвонили в эту службу, они приехали и сказали, что с резолдов взлома нет, что вообще странно, и поэтому допускают мысли, что я сама с мужем все это организовала, чтобы изъять какие-то средства с них, и все. Да, моя соседка Ольга нехотя, но все же рассказала нам обо всей трагедии, но даже из этого короткого разговора мы смогли вытащить одну маленькую, но очень подозрительную деталь, а именно информацию об охранной системе, а как позже уже выяснится, и у других ограбленных домов стояла та же самая надежная охранная система, которую Ольга установила за несколько недель до ограбления ее собственного дома. Может быть это то, что это сама охранная система все исп***дила, думаешь? Слишком все уж гладко говорят, когда охрану ставят, извините, у тебя не могут через неделю, после того, как поставили охрану, исп***дить всю квартиру, ну невозможно такое. Сейчас вместе с ребятами мы садимся в дом и будем думать, что делать дальше. Давайте просто погуглим и это братьте взлом, позвоним, узнаем. Мы с парнями отправились ко мне домой, чтобы переварить всю услышанную информацию и произвести свое небольшое расследование, в ходе которого выяснилось, что эта охранная система не такая уж и надежная, как они заявляют. Некоторые мы провели небольшие расследования, собрали видео с камер видеонаблюдения над моим поселком и обнаружили очень интересную штуку, то что возле каждого из ограбленных домов стоял серый фургон с надписью с гигантской антивзлом. И в итоге как выяснилось, что все ограбленные дома, которые вышли с нами на связь, у каждой стояла эта очень надежная система антивзлома. Самое интересное это то, что Оля сказала, что когда к ней приходили антивзломщики из этой компании, люди, они сказали, что никаких следов взлома нет и вообще, может быть, Оля сама как бы ограбила, это они, так сказать. Мне кажется, эта компания, это пи***ц какая-то цепка, и поэтому сейчас мы, как и раньше всегда, воспользуемся помощью одного моего очень хорошего знакомого из органов. Вопросы ему помощи. У нас есть сайт, у нас есть номер телефона, нужно все это пробить и узнать какую-то информацию. А там не показано, на кого зарегистрирован? Может быть, он сейчас сам все узнает, я думаю. Это дело 25-30 минут, если он сейчас будет не занят. Слушаю. Роман Виталиевич, здравствуйте, прошу прощения, что беспокоит так поздно, это Паша звонит вам. Здравствуйте. Ой, слушайте, спасибо, что подняли трубочку. Такой вопрос, я совсем недавно приобрел дом за городом, и у нас в СНТ начали просто поголовно грабить дома, соседские, везде, на улице. Такая просьба, я вам сейчас, мы нашли тут, нарыли какую-какую информацию, как в прошлые разы, у нас есть название компании, которая ставит охранные системы, и номер телефончика. Вы можете нам как-то как раньше помочь, чтобы узнать там, на кого зарегистрировано, как это узнать, насколько подождительная компания и так далее. Вот такая просьба будет. Хорошо, Паша, смотри, скидывай мне номер телефона, всю необходимую информацию, которая у тебя имеется, но я тебе могу сразу предупредить, это дела не быстрые. А мы готовы подождать, да, хоть сколько? Ну хорошо, давай, чем быстрее скинешь, тем быстрее мы займёмся этими делами. Всё, спасибо, я прямо сейчас пришлю. Сейчас пришлю, я тебе скину пароль информацию. Да, я знаю, нет никаких конкретных доказательств того, что именно эта фирма причастна к грабежам моих соседей. А идти в полицию и писать на них заявление лишь только потому, что их фургон попал на камеры, совершенно неразумно. Всё, включай. Алло, Роман Витальевич, да, появилось что-то у вас? Да, посмотри, такое вещь. К сожалению, ничего не появилось, и контроль какая-то новая, всё попознан пробили, ещё не нашли. Так, хорошо, может быть, как-то получится как-то поглубже нарыть, может, там через пару дней хотя бы что-то появится. В общем, если что-то появится, пожалуйста, вы нам обязательно напишите мне. Обязательно, обязательно, мы ещё это дело посмотрим. Хорошо. Спасибо вам большое, извините, что-то побеспокоил. Я так и знал. Что это значит? Новая, ну, новая компания, что это значит? Это значит, что никакой информации про неё нет, никаких отзывов, вообще ничего. А на сзади написано, что они давно на рынке. Это уже, это было понятно. Да, и по ней никакой информации нет, ни владельца, никого. Поэтому прямо сейчас я предложу, может быть, одну очень плохую вещь, но, может быть, мы закажем сюда охранную систему? Мы сейчас заказываем антивзлом сюда. Расставляем камеры. Я думаю, что Роман Витальевич нам может помочь с... Подмогой? С подмогой, да. Я посмотрю, как они реагируют, сколько их там, 3-4 человека приедут. Как только, если что-то начинается, если это вдруг они... А если это ощущение, они... Ну вот и проверим. Вот, проверим. Будет сигнализация, если что, просто если... Да, будет сигнализация, тихо. Здравствуйте, в следующий раз. Здравствуйте, Алексей. Вот нашли вашу компанию по поводу установки охранной системы. Я вот купил дом недавно и хочу вот себе в СНТ поставить в дом в большой 150... Нашли это, где вы нашли нашу компанию? А вот на сайте в интернете мы нашли. Ага. Вот, купил дом себе недавно, 158 квадратов. Нам нужно охранную систему подключить. Сколько это будет стоить и когда можно приехать оценочку сделать? Смотрите, ну, инженера могут вам отправить, наверное, завтра или послезавтра. Ага, а сколько это будет стоить вообще подключик сделать все? Ну, это надо видеть дом. Все зависит от количества датчика, по количеству камер. Кому-то хватает одного датчика движения, и там комплект будет стоить 22 тысячи и 5 тысяч монтаж. Кому-то это надо 20. И там комплект будет стоить больше 100 тысяч. Слушайте, давайте мы сейчас еще с женой вместе подумаем. Я вот перезвоню еще на объявление, поищу мне вот вас порекомендовали просто. Я вам перезвоню, если можно, в течение полутора часов. Да, спасибо большое. Договорившись по телефону с менеджером по заявке на установку их охранной системы в мой дом, в конкретный день и точно час на моем пороге оказались с виду обычные работяги. Весь диалог проходил довольно-таки непринужденно. Ничего необычно. Видимо, стандартные вопросы для такой процедуры. Давайте посмотрим кухню, да? Что здесь тут есть? А окна-хешетки есть? А окна-хешетки есть. Здесь нет, по-моему? Да, есть. Нормально? Нормально? Я был прикол на всякий случай. Еще один датчик сюда. Смотрите, еще вот здесь очень важная штука, здесь сейф. В этом сейфе буду хранить пару ценных веществ, которые у меня есть там. Ну, деньги, все остальное. Естественно, мы сделали замануху в виде сейфа, чтобы немного подогреть их интерес. А также я мягко намекнул на то, что меня не будет в доме в конкретный период времени. После установки мне все объяснили. Рассказали, что к чему и как что работает. И куда поступает сигнал в случае проникновения. Весь мой дом, по идее, должен был превратиться в настоящую новогоднюю елку. И издавать мощный шум, который понемет на уши всех, у кого они есть. Звучали эти работяги очень убедительно. И хотелось верить, что я все-таки ошибаюсь. Пока в мой дом не пришел человек, от которого зависело, по сути, все. Пришел. Все, привет, здорово. Мне стесняется заходить для себя, снимай опять же. Мне охранные системы пришли, установили, вот смотри, датчик. Вот датчик. И в каждой комнатке по датчику установили. Пойдем, покажи тоже. Здесь установили датчик, вот смотри, наверху, видишь? Я уже вижу, что это уже китайская херня. Это как бы первое то, что я тебе могу сказать. Так, смотри, еще просил на окна, да. Я тебе писал. Потому что здесь я сказал, что у меня здесь сейф. Это очень важный момент. Я тебе могу сказать одно, что они даже ничего не установили. Потому что какая-то коробочка была, я заплатил, да. Коробочка, я тебе говорю, что коробочка, это просто муляш. Как минимум муляш. Так, я начинаю все. Пойдем, посмотрим. Смотри, еще я здесь сказал сделать самую лучшую систему. Ты говоришь, что здесь полный... Вот это Китай, эта коробка тоже идет от... Все криво. Все, все. Я тебе сказал, что здесь дорогой сейф, и они здесь ничего не защитили. Правильно? Ну это как минимум. Я тебе говорю, что это как бы... Вот то, что я вижу сейчас, это вообще, это полное вообще непонятное чье. Вот здесь датчик стоит, это как диодик просто моргает. Видимо, да, это просто вот на движение реагирует, может быть, еще что-то, но не пора того. Супер, я понял. Спасибо большое. Вот, смотри, вот это вот сам пультик, вот, где я ввожу пароль, вот. И вот это вот, да. От него, да? Да, это от него. Когда я нажимаю, типа, я выхожу с дома, мне сказали, нажимаешь пульт, и типа, выходишь, и все работает. Слушай, на это вот я тебе говорю, единственное, что это уже до того устарелая штука. Я сейчас тебе могу проверить всю систему, просто выйдем, ты закроешь, запищит, не запищит. Элементарно. Десять секунд? Так, если я сейчас нажму на кнопку, то оно должно все, да, закрыться? То есть я сейчас могу подойти, открыть дверь, это все должно запищать, правильно? И оно должно запищать, потому что ты его, как бы, с улицы пищишь. Окей, пробуем, пойдем пробовать. А то, что на один замок закрыл порток? Профиг, там система, она срабатывает, она в любом случае срабатывает, она никуда не девается. Замкнутая система, сам ты понимаешь. Ну и все. То есть у тебя может войти сюда кто хочет и когда хочет. И ничего не работает, и ничего не пищит, а охрана написано включена. По итогу вот что мы имеем. Фирма Однодневка Подделка. Камеры с видеонаблюдения. Бутафорское оборудование, которым напичкан мой дом, дабы выдать его за качественную и дорогую работу. И как теперь после всего этого не обратиться в полицию? Насресим уже. Там будет сейф. Я еще сказал ему, буду там хранить дорогие вещи. Мне нужно сейф маленький. Нужно очень хорошо сделать кухню. На стекло, на все. На стекло, он сказал, там пустышка. Там просто коробка и провода от нее идут. И еще самый пи... Пойдем покажу. Пойдем покажу, еще раз. Вот это вот. Самое главное. Это вот, видишь, диодики моргают, да? Здесь вводишь пароль, когда уходишь. Нажимаешь кнопку на пульте, у тебя типа все работает. Он сказал, давай выйдем, проверим. Мы вышли, все сделаем, я ввел пароль свой. Ввел эту штуку, нажал на кнопку. Он сказал, попробуй открыть дверь. Запищите, не запищите. Я открываю дверь. Видишь, вот диодики мы стоим, вот диодик только моргает. Все. Давай за ним в полицию. Смотри, пойдем. Получается, договор с ними заключал? Да, договор вот я здесь оставил специально. Вот. Я так понял, что этот договор, это тоже полная херня, потому что этой компании может вообще уже и не быть. Деньги они получили. Но самое важное, что я перевел деньги на Сберчелу. Что, если что, это будет как улика, понял? Все, давай займись, давай займись. Да, они могут сделать левую карту. Может быть, может быть карта тропа. Да, 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 это все такая. В общем, ситуация следующая. Мы сейчас звоним в полицию, объясним ситуацию. Так и так, скажем, у нас есть то-то-то, и посмотрим, что он скажет. Я думаю, они могут нам помочь, либо будем уже действовать сами. Я очень надеюсь, возьму трубку, потому что время уже пиздец, как поздно. Отдел полиции МВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга. Гладший сержант полиции. Здравствуйте, мы звоним по поводу вот СНТ. Вот мы уже общались, по-моему, с вами, либо с вашей коллегой. Павел, я вам звонил уже, не, неоднократно. По поводу грабежей в поселке. Конкретнее, конкретнее. Вот, смотрите, да, я быстренько, извините, быстренько, смотрите. Как мы и говорили, что охранная система, как и писали все заявления, что это виноватая охранная система в этом, которая устанавливает охрану в дома. Потом эти дома грабят. Сегодня приезжал мой знакомый сотрудник из другой компании. Он сказал, что все это охраны пустышки. И твою квартиру точно, твой дом точно ограбят. Я вам в первый раз это уже говорил. Вы предлагаете мне поднять наряд полиции по одному вашему звонку. То есть, вы понимаете, сколько мы звонков вообще получаем каждый день? Мы сняли все на видеокамеры, я все... Мы сняли только на серьезные преступления. Те, которые совершаются в данный момент. В данный момент у вас ничего не происходит. Поэтому не занимайте линию и не тратьте мое время. Завтра мою квартиру могут ограбить. Что-то серьезное, тогда звоните. Мою завтра квартиру могут ограбить, еще раз говорю. Вот тогда и звоните. Какой он, блядь. Хорошо. Ебать. Он сам трубку скинул. Блит. К большому сожалению, ответ их был неутешительным. Он, мягко говоря, меня обескуражил и выбил из колеи. Но как хорошо, что на этот случай у меня был припасен план Б. Звоним, Роман Витальевич. Да, я буду. Сейчас он приедет. Алло, Роман Витальевич. Да, слушаю. Да, здравствуйте. Извините, что беспокоим. В общем, эти типы приезжали с охраной. Поставили мне охранную систему. Я быстренько расскажу, извините. Это все оказалось пустышка. Меня завтра точно ограбят. За домом 100% кто-то следит. Мы позвонили в участковый отдел, в полицию. Везде они сказали, чуваки, нет тела, нет дела. Когда ограбят, звоните, разберемся. Паша, ты уверен в этом? 100% гарантирую. И просто так я бы не звонил. Вы последний человек, которому я буду звонить. Мы два раза уже вас просили о помощи. И никогда мы еще не ошибались. Ты понимаешь, что смотри. Потому что если я ребят подниму, я так кажется пустышка. Ты меня сильно подставишь. Я понимаю, Роман Витальевич. Смотрите, я гарантирую то, что завтра точно что-то будет. И вы единственный человек, который нам может помочь. Крепануть их. Нам нужен, чтобы был отряд, как тогда ОМОН, следак. А потом уже делайте с ними что хотите. Все. Хорошо, ладно. Уберемся. По задуманным посреди мы подслежим этих товарищей. Все, спасибо. Не подведите, пожалуйста. Хорошо. Все, спасибо большое. Но для того, чтобы пресечь и зафиксировать деятельность этих мразей, мы решили установить настоящее и качественное оборудование в виде скрытых видеокамер. После этого мы, как обычные жители поселка, сделали вид, что мы уехали. Но на самом деле мы сели в засаду и начали ждать. Так, камеры все проверяю, все работает. На самом деле я уверен, что за моим домом уже следили несколько дней. Так же, как следили за всеми домами, за моими соседями. Поэтому я 100% уверен, что именно сегодня, именно сейчас эти ребята должны приехать. Потому что они знают, я им говорил, что сегодня вечером я уезжаю до Нового года. Дом будет пустой, и именно сегодня они все это сделают и закроют нахрен всю компанию. 100%. Прождав несколько часов в машине, мы уже начали сомневаться, что грабители приедут именно сегодня. Как вдруг мы увидели тот самый злополучный фургон. Парни, парни, тихо. Пригнитесь, пригнитесь. Парни, парни, да, не политесь. Это точно эти типы. Подожди, мы еще не знаем. Никита, проснись. Ребят, не спр... Это те типы? Да, это они. Да, наклейка, наклейка, сука. Стерев фургон, все. Паша, пожалуйста. Ребята ОМОН, ребята ОМОН, внимание, наши типы уже подъезжают к моему дому. Что делать? А мы что будем делать? Случай ноутбук. Тихо, я проверяю. Свет включите, тут уже пол. Все нормально, подключайся к камерам, Паша. Ребята, вот сейчас мы ждем, пока грабители зайдут в дом, вскроют дверь, начнут собирать вот эти все вещи, чтобы мы все эти факты грабежа зафиксировали и сразу же даем команду ОМОНу и крепим этих типов. Поэтому, все, смотри. Так, они вот подбегают к двери, открывают двери. Смотри, как быстро открыл дверь. Они уже, у них руки придут. Тачка подгана, все уже, у них настолько все отточено, чуваки. Сразу открыто. Это просто задние двери, фургон открыт и все. Вот, челы сразу, знают, куда бежать. Вот, один побежал на второй этаж, эти вот здесь. Пошел за сейфом. Они все быстро делают, нахуй. Так, слушай, ты там когда что-нибудь найдешь, мы все-все разбираем сюда. Хорошо, хорошо. Ну, ничего, ничего. Телек, телек. Отплата близка, браке. Телек, телек потащил, все. Что, может, уже пора, нет? Да погнали, да. МОНа нет. Тихо. В команде МОНа сидим. Тихо. Тихо. Сидим. Это какой-нибудь тяжелый-то, а? Они уже все, блядь, запаковывают вещи. Чик, что они сидят? Пожалуйста, ждем команды Андрея ОМОНа. Все, смотри, не паникуй, Рома, они уже готовы. Сейчас на втором этаже забрал вещи. Все, пойдем, пойдем, пойдем. На пол, упали. На пол, быстро. Быстро, быстро. Руки за голову. Быстро. Руки за голову, блядь. Руки за голову, блядь. Руки за голову, блядь. Выводим. На пол, быстрее, нахуй. Не поднимай, поджигай. Лица в движении, уходим. Так, идем, все, все, фиксируй. Руки, что-то видел. Руки. Руки. Да. На пол, быстрее. Так, за еще раз. Все лица, лица, подними, Влад. Все лица, эти типо. Класс. Гробно на камеру. Вот, приходил ко мне начальник, чекаханник. Так, поднимись, мы сюда в камеру смотрим. Супер, фиксируем. Да нет, все, трое. Все, спасибо большое. Мы Роману Витальевичу перезвоним, еще раз огромное спасибо скажем. Возьмите к ним. Так, дополнительный наряд будем вызывать? Никаких к ним. Все, все, покоюсь. Выходите. Все, я дам. Красавчик. Руки за голову поставил. Все. 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 Руки назад. Руки за голову поставил. Все. Ебаня, полно. Снимаем. И что теперь с ними будет? Ну, куда я все на... В каталажку, да? Сразу. Я думаю, сначала у нас в ШИЗО. Следственный изолятор. Изолятор какой-нибудь типа. Чтобы посидели, подумали. В конце таких видео мы обычно говорим какие-то пафосные фразы. Но сегодня скажу чуть попроще. Будьте бдительны всегда. А касаясь этого случая, будьте внимательны к тем компаниям, которым доверяете свою безопасность и безопасность своей семьи. И да, друзья, отдельную благодарность мы выражаем телевидению, которые экстренно приехали на место событий и осветили эту проблему.